Почему так тревожно? Привет, красотка! И все, что можно сказать Можно выключать видео Все понятно было по обложке, по названию По мне В общем, это видео я записываю для того, чтобы Поделиться с вами прекрасной, счастливейшей для меня новостью Что я беременна И многие из вас уже начали догадываться Как минимум по отсутствии, знаете, новых моих фотографий В полный рост или там каких-либо вообще фотографий Потому что уже все видно Но заявление открытого я не делала Сегодняшнее видео я записываю Дабы ответить на ваши... Нет, даже не на ваши вопросы, а на свои же вопросы Потому что мне еще никто, разумеется, по этой теме вопросов не задавал Но я представляю, какие примерно у вас сейчас вопросы в голове Что интересно узнать на эту тему И просто давайте поболтаем У меня сегодня, знаете, какой эксклюзивный напиток Сейчас вам покажу Кокосовая водичка Я, конечно, не могу сказать Возьмите то же самое и давайте поболтаем Но прекрасно понимаю, что сейчас в России холодно Хочется погреться Поэтому берите чаек И оставайтесь со мной, будем болтать Кстати, не сказала немножечко Мы сейчас находимся в Таиланде Я встала рано-рано Завелась Впервые в Таиланде накрасила свои глаза Потому что здесь краситься, конечно же, не хочется Но как бы ради видео и с утреца, когда еще не жарко, можно Очень надеюсь, что работники отеля меня сейчас не понимают, как и я их И что русских здесь вообще нет, кстати, реально русских здесь вообще нет И мы никого не видели Вроде все иностранцы Поэтому сейчас никто, надеюсь, не проснулся от моих Привет, красотка! Все, начинаем! Первый вопрос Запланирована ли беременность? Наверное, это будет интересовать всех Да, это была запланированная беременность Это была желанная беременность И несмотря на мой юный возраст, можно сказать, 21 годик Мы были на самом деле готовы и положительно настроены И хотели детей, много детей На самом деле, конечно, я в этом отношении абсолютно позитивна Я считаю, что дети ничуть не усложняют жизнь Украшают ее и делают ее только богаче, счастливее У меня нет такого, что я там к 30 годам хочу иметь это, это, это И туда не входят дети Нет, я наоборот, в первую очередь думаю именно о семье Это у меня всегда стоит на первом месте Поэтому, да, беременность запланированная Более того, она очень такая... Мы ее недолго ждали, на самом деле Все получилось достаточно быстро Но мы ждали свадьбу, понимаете, да? То есть я хотела на свадьбе, именно на праздновании свадьбы Быть как бы в стройном состоянии Как минимум, чтобы меня не тошнило Я не знала, как у меня будет проходить первый триместр И поэтому мы ждали именно празднования свадьбы А это, как вы знаете, 18 августа Как я узнала? Ну, здесь такой несложный вопрос На самом деле, наверное, большинство девушек, женщин Узнают по задержке, по тесту Но, я должна сказать, у меня немножечко по-другому Потому что, как только я приехала из Италии Мы вернулись из Италии Это было свадебное наше путешествие Мы закупились едой Ну, просто, знаете, типа еды дома не было И мы пошли в магазин Мы купили тыкву Мы купили овощей Вот я почему запомнила тыкву? Потому что потом я ее на кухне резала Я хотела сделать суп-пюре Также я купила тест Для меня это обычная проверка То есть я ничего не заподозрила заранее У меня в ванной они лежат всегда И в этот раз почему-то Именно пока я резала тыкву, понимаете? Я смотрела на этот тест в пакете И мне хотелось его сделать Почему-то я ждала чего-то такого необычного Я даже не знаю, ждала ли я там двух полосок Но я просто ждала необычного чего-то И я так и не доделала этот суп-пюре Потому что я пошла в ванну И сделала тест Сразу сделала двойной тест То есть у меня еще не было задержки У меня еще все по срокам было нормально Живота, разумеется, не было И я увидела впервые две полоски И посмотрела на себя в зеркало В ванной И заплакала Ну, конечно, отчасти Конечно, от эмоций Просто Знаете, я просто хочу рассказать Что я планировала рассказать Денису о беременности Когда она будет, да Я планировала сделать это красиво Я хотела заказать красивый торт С какой-то тематикой малыша Как-нибудь вставить красиво в коробочку И тест с двумя полосками И подарить ему Вручить это как-то, знаете, торжественно Снять его реакцию на камеру Так, чтобы он этого всего не видел Чтобы нам это на память осталось Да, именно так я и сделала Вообще нифига Просто в этот момент настолько, я не знаю, эмоции Заполонили всю меня Что я вместо слез, радости и счастья Ничего ему не дала В первые пять минут я побежала Нет, сначала я осознала это Я просто стояла в ванной Посмотрела на себя в зеркало Сказала самой себе то, что я увидела Повторила тест, кстати говоря, еще раз Потом посмотрела на упаковку теста Так ли все должно быть Потому что у меня никогда этого, разумеется, не было И уже, наконец, побежала к Денису Он сидел в комнате Печатал что-то, работал Просто пришла к нему Улыбающаяся, но в слезах Ну, мужчины, мне кажется, это не особо понимают Вот эти две эмоции Типа, что все-таки случилось Ты рада или, как мы все настолько плохо Что ты улыбаешься, плачешь, что происходит Ну, в общем, Денис подумал, что что-то произошло очень плохое Причем, прям, знаете, печальное Он очень стал серьезным Он такой просто, что случилось Закрыл ноутбук такой, меня посадил А я показываю ему два теста И он ничего не понимает Он просто не понимает, что это такое Потом пригляделся, что-то там, знаете Короче, вся романтика ушла Вот это вот Так, посмотрел Так, две, что-то Понятно И потом уже сказал Мы беременные Я говорю, да Ну, конечно, он очень обрадовался Денис тоже Как и я, собственно, позитивно к этому относимся Относится Относится Отношусь Да, этот день пошел вообще в пень И он не работал больше Я больше не работал Ничего мы не делали Мы просто пошли гулять Мы пошли в кино На первый же сеанс, который просто был Потому что мы не планировали туда идти Пошли на маму Мию, я помню Мама Мия 2 Да, шел фильм И я весь этот фильм рыдала Потому что там Немножечко там затрагивалась тема детей И я просто ревела Ну, ревела как бы от счастья Понимая, что вообще происходит И знаете, что вот Самое главное Из чувств, да После радости, счастья Перенасыщения всех положительных эмоций У меня первая Самая мысль в голове Так, что сейчас происходит с моим телом? Что происходит с моим организмом? Как сейчас вообще мне существовать? Я так мало знаю в этой теме Хотя я купила заранее книг 7 Хороших Не просто типа Знаете, пошла в магазин книжный Сказала Дайте мне книжки по беременности Нет, я действительно изучала этот вопрос С точки зрения вот именно Современности Чтобы это были книги полные по информации Но с современными дополнениями Потому что на самом деле Эта область развивается очень активно И если я читала бы какие-нибудь книги 20 века Которые да Там много опытных умных людей Но тем не менее Сейчас это уже не так актуально Есть новые технологии Есть какие-то Новые знания Это не очень правильно я считаю В общем я Подобрала уже список книг Которые действительно Хорошие И они меня так ждали Дома в стопочке Некоторые даже начинала уже читать Но тут у меня было такое ощущение Что мне срочно нужна информация Я просто такой человек Что если у меня нет информации То я не владею ситуацией И от этого мне становится тревожно Я должна знать все Я должна понимать Я должна быть тер Знаете наполненной То есть теоретически Я должна понимать Что и как происходит Поэтому в ближайшие недели Я просто провела за книгами За новыми для себя YouTube каналами И как только я хотя бы успокоилась Поняла что со мной происходит Хотя бы на данный момент Да первый триместр Первый месяц Как там вставать на учет Какие анализы нужно сдавать Вот с точки зрения Просто каких-то банальных вещей И я сразу же после этого успокоилась Можно попить На каком я месяце Я думаю сейчас все будут хотеть узнать Это потому что это интересно Но я решила сделать это сюрпризом Оставить это сюрпризом И сделать даже может быть Небольшой конкурс Я не знаю это прикольно или нет Тот кто догадается Самый первый На какой я именно неделе Потому что месяц это так Знаете у вас 9 вариантов И понятно что это не первый И не второй Именно нужно угадать будет неделю Это все будет проходить в моем инстаграме К тому я привезу из Таиланда Целый подарок Целый подарок в смысле это целый набор Я тут столько всяких бьюти Нистичков нахожу Которых у нас в России нет И я решила собрать такой приятный Бокс для одной из вас Кто как раз выиграет и угадает Следующий вопрос Был ли у меня токсикоз И тут я просто с облегчением С счастьем в глазах и сердце Могу сказать что слава богу не было У меня единственный если можно назвать Такой симптом Это усталость весь октябрь То есть мы приехали Прилетели из Италии Как раз таки в сентябре Узнали об этом счастье И вот октябрь у меня прошел Будто бы в спячке Знаете я была менее продуктивная Я была более уставашечка такая Знаете мне хотелось больше спать Мой режим то что я там в 5 утра встаю В 9 утра ложусь В 9 вечера ложусь Немножечко сместился Я дала себе больше времени спать Вообще полностью расслабилась Знаете то есть дала организму волю И он просто мной управлял Хотелось днем поспать Начала жить днем поспать Хотела сейчас не отвечать никому по работе И там вообще на почту забить Окей забиваем Хочешь видео не снимай Не снимай видео Вот это ощущение что у тебя нет границ Особенно когда ты в таком положении То есть не просто когда ты ленишься А когда извините ты Ты не особенно управляешь Своим настроением Своим состоянием Очень важно в такие моменты Как мне кажется Поменьше иметь всяких гранит Дедлайнов Которые только пугают И заставляют как-то напрягаться Вот у меня октябрь был Немножечко в спячке А так в принципе ничего особенного Не происходило Как вы заметили Потом у меня выходил и бокс И видео Расписание видео у меня не пострадало И в инстаграме я была активно Активно выставляла какие-то посты Постоянно что-то снимала Что-то делала Ну и наверное будем Близиться в сторону Завершения видео Как изменилась моя жизнь Вот в общем и целом Как минимум у меня начало Стих животик Конечно в большей степени Изменилась она Именно как-то внутри меня Осознание того что Я стану мамой И я стану самым главным человеком Для кого-то вообще То есть этот человек будет полностью От меня зависеть Особенно первое время Я я говорю такая про себя Как будто Денис здесь не участвовал Конечно же нет Это касается нас обоих Что мы будем его проводниками в жизнь Мы будем рассказывать ему Все вот Вот в общем все так Как когда-то происходило это со мной И с моей мамой Ну в общем это Это конечно естественно Но осознавать это очень приятно И очень так знаете Волнительно даже Ну волнительно с хорошей точки зрения Конечно же что изменилось Что я сейчас сдаю анализы Хожу по врачам намного чаще чем раньше Но это как бы происходит со всеми беременными Это меня немножечко повергло в шок Что оказывается настолько много анализов Нужно постоянно сдавать Настолько часто там Осматриваться Что-то проверять Что-то делать Но когда я уже встала на учет Это называется Если что встать на учет Когда ты беременна Как будто бы в полиции Встаешь на учет какой-то Меня начал гинеколог спрашивать О моей жизни вообще Досконально все От рождения До прямо сейчас того что я делаю Чем занимаюсь Я помню она сказала такую вещь Что я не интересный какой-то пациент Потому что на все пункты такие более-менее опасные Типа там не знаю Куришь Я отвечаю нет Пьешь Нет Когда последний раз пила Там не знаю полтора года назад Или два года назад Я даже не знаю И то это было ну там бокал шампанского Чего-то Ведешь активный образ жизни Я говорю Да десять тысяч шагов в день И в общем такие моменты Она такая Что такая неинтересная Потому что на обычном Время беременности Образ жизни человека меняется То есть нужно питаться более правильно Более здорово Но в любом случае что изменилось Конечно я начала более детально И более осознанно подходить к вопросам питания К моему образу жизни То есть даже если я ленюсь Например зимой вот для себя Я бы поленилась да Пойти погулять там в минус двадцать Минус пятнадцать Когда так ветрено Так неохота Дома сидишь Так хорошо за чашечкой какао Но тут уже не я одна есть Поэтому я на себя Именно на свою лень точнее Закрывала глаза И понимала что нам сейчас вдвоем Намного полезнее Намного важнее Пойти гулять Дышать свежим воздухом Насыщать кровь кислородом И понимала что движение Это жизнь Поэтому давай Саша пойдем И уговаривала себя Денис конечно помогал А Денисе я могу вообще Отдельное видео мне кажется тоже снять Как он изменился Как изменилось его отношение Ко мне К нам Наверное это будет уже слишком Много видосов На тему беременности На моем канале Поэтому девочки Напишите пожалуйста Как вам эта новость Я очень надеюсь что Вы меня поддержите в этом вопросе Потому что я на самом деле Очень волнительно Подходила к тому Рассказывать или не рассказывать Но на самом деле Счастлива Что поделилась Потому что уже начались Такие знаете Моменты Что я не свободно себя чувствую В некоторых вопросах Допустим просто так Взять фотографию Или снять себя Что я прямо сейчас делаю Я не могу Потому что будет виден животик Но опять же это такое прекрасное Для меня состояние Что я не хочу этого скрывать Я хочу Чувствовать себя свободной Также есть какие-то темы Которые мне хотелось бы обсуждать Прямо сейчас То есть допустим не снимать видео О макияже А допустим снять Именно вот разговорное видео Но я не могла этого сделать Потому что еще не было Открытого заявления Что я беременна И напишите пожалуйста На какую тему Вы хотели бы видео О чем может быть Детально хотелось бы узнать Может быть просто хочется Вот таких вот Видео вопрос ответ Ну что ж красотки Будем с вами завершать Я вас очень сильно люблю Улыбайтесь чаще красотки Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч Добавил субтитры